Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами 27 недель моей беременности и у нас очередной отчет. Решила этот выпуск в этот раз сделать таким сильно кайфовым и заниматься исключительно теми моментами, которые для молодой мамы очень приятны и, надеюсь, для вас будут очень интересны. У нас осталось ровно два дня до нашей поездки в Ригу. Мы с Реном, как вы знаете, отправляемся туда, но все лето и вплоть до моих родов, и чуть-чуть после родов там также останемся. Поэтому у нас сейчас в доме турдом, ни на что не хватает времени, я собираю свои вещи. Короче, готовимся по полной программе. Но что касается отчета 28, получается, или ровно 27 недель моей беременности, у нас сегодня с вами по плану очень важные и, как я уже сказала, приятные вещи. Первое. С большим-большим нетерпением хочу с вами поделиться результатом нашей беременной фотосессии. Буквально несколько недель назад мы организовали эту фотосессию с моим, вот сейчас, наверное, вот самым любимым у нас лети фотографом Анжеликой Кварц. Ее информацию всю оставлю под этим видеороликом в описании. Так вот, она фотографировала нас с Арсом и Рэмом, запечатлила наш живот. И, в общем, у нас, слава богу, до нашей поездки есть эти прекрасные фотографии. Они уже готовы, и сегодня я их вам покажу. Второе, чем мы займемся, мы с вами будем выбирать имя малыша. Наш список как-то одиноко висит на моем холодильнике, и мы в последние выпуски с вами не обращали на него внимания. Поэтому сегодня, опять же, до нашей поездки мы с Арсом решили, что мы хотим сократить то количество имен, которые в нашем списке имеются, и, в общем, немножечко ближе подойти к тому имени, который мы все-таки выберем для нашего будущего малыша. Но и в этом, как обычно, нам понадобится ваша помощь. Так что в комментариях обязательно сегодня пишите, что вы думаете по поводу тех имен, которые мы оставили, которые мы вычеркнули. И в целом голосуйте за то имя, которое для вас из нашего списка является фаворитом и любимым. Или, может быть, у вас еще остались какие-то идеи, может быть, на этой неделе вы услышали какое-то классное имя. Пишите также в комментариях, чтобы у меня были новые идеи, поскольку у нас с Арсом идей больше нет, и мы новые имена в этот список не добавляли. Ну и последнее, не менее важное, мы сегодня с вами будем смотреть на личика моего малыша. Я была на прошлой неделе на УЗИ, мы сделали 3D-картинки, и уже эта личика сформирована, и мы уже можем с вами, во-первых, посмотреть, как будет выглядеть малыш, во-вторых, сравнить с снимками УЗИ Рэма и понять, будут ли братья похожи друг на друга. Когда мы делали 3D-снимки личика Рэма, и после того, как он родился, я поняла, что это вот прям Рэм Рэма, он был очень на себя похож, и каких-то больших сюрпризов. С точки зрения внешности уже не было. А помимо этого, на УЗИ и также на приеме моего гинеколога доктора мне сказали, что все в порядке. Они дали мне свой акцепт и свое благословение на мою поездку. С малышом все в порядке. Кстати, он действительно больше, чем обычно малыши на данном сроке. И сейчас уже вот, получается, на 27-й неделе я делала УЗИ, то есть это было 26 недель и 3 дня, мой малыш был 1 килограмм и 125 грамм. Обычно на этом сроке малыши 900 с хвостиком должны быть граммы, как-то подползать только килограмму, когда мы уже перевалили через эту границу. Так что действительно, моя гинеколога была права, когда замеряла моего ребенка. Вот в предыдущем моем визите, когда мы сдавали также тест на глюкозу, когда она говорила, ну слушай, у тебя ребенок килограмм с копейками точно. Хотя все мои приложения говорили там 700-800 грамм. Вот на этом сроке ребенок должен быть. Так что столкнулись мы снова с обстоятельством таким, что ребеночек, скорее всего, будет крупным, ровно так же, как и Рэм. Напомню, что Рэм родился 4 килограмма. Это большой малыш. Так что, мать, держись, диету соблюдай и готовься к тому, что и второй малыш будет достаточно крупным. Ну да ладно, все по очереди. Давайте начнем с нашей фотосессии. Смотрите наши фотографии, я надеюсь, они вам понравятся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, подружки, пишите в комментариях, как вам наши фотографии. Я на самом деле в огромном-огромном восторге от всей этой серии фотографий. Мне кажется, она получилась какая-то сказочная, такая непринужденная, какая-то вот, ну не знаю, мне очень-очень нравится. Она, конечно, по стилю отличается от беременной фотосессии с Рэмом, но тем не менее, она вот прям какая-то особенная. И я очень-очень рада, что мы действительно вот успели эту фотосессию запланировать до нашей поездки, потому что больше таких возможностей сфотографироваться с Анжеликой у нас не будет. И вот мы, в общем, свой план выполнили, долг выполнили. Слава богу, у нас есть теперь эти фотографии. Покажу, как выглядит мой живот. Смотрите, вот так он выглядит. То есть он подрос за последние, наверное, ну недельки три. Вот если сравнивать с фотографиями на фотосессии, то это у нас 27 недель ровно. Знаю, что вы скажете, что я с таким животом шла рожать, а ты, мать, прям большая. Ну, большая-большая. И, кстати говоря, оцените мой наряд. Это льняное прозрачное платье. Прошу прощения за секси свой образ. Но на Санкт-Петербурге, извините, 34 градуса. Тут мы плавимся все. Мозги уже растаяли вот прям вот по самой немогой. И, в общем, поэтому мы целыми днями здесь под вентилятором. И вот с такими прозрачными платьями, одеяниями просто невозможно по-другому одеваться. Так что уж извиняюсь за секси, мать. Но вот так вот у нас уж сегодня уже вот такой. И ничего с ним уже не поделаешь. Ладно, давайте по именам пройдемся. Ну, вот они наши имена. Вот он мой фломастер. Сейчас с вами будем смотреть, что у нас тут получается. Значит, что мы с Арсом решили? Мы с Арсом решили вычеркнуть несколько имен. Первым делом, прости, Арон, но тебя мы из списка исключаем. Несмотря на то, что ты такое вот прям имя, которое здесь фигурирует уже давно. И, по-моему, даже когда мы Рэму выбирали имя, Арон тут был. Но все-таки в этот раз мы тоже Аарона исключаем. И фаворит многих моих подписчиц и моей мамы в том числе – это имя Итан. Мы решили, что все-таки, наверное, ну, не в этот раз и не для нас. Хотя имя действительно прекрасное. И вот таким образом у нас в списке с вами остается Марсель. Что у нас, кстати, с Марселем? Я вот как-то по поводу этих имен раздумываю, постоянно вот хожу тут вокруг этого списка. И Марсель, он такой сильно уверенный. Многие из вас пишут, что они уверены. Мы назовем ребенка Марселем. Ну, во-первых, поскольку он был в фаворитах в прошлый раз, когда мы выбирали имя Рэму. И он остался вот в топе двух. И как-то мы даже сами долгое время были уверены, что мы назовем ребенка Марселем. Но, понятное дело, муки выбора. И, в общем, жизнь себе нужно усложнить. Поэтому мы добавили в список к себе еще имен, чтобы вот с этим вопросом поработать. Следующий – Грант. Грант для меня вот такое загадочное имя в этом списке. Потому что он тихенько как-то себе сидит. И никто никогда на него не обращает внимания. Единственное, что мне пару комментариев писали, что это армянское имя. И стоит задуматься, нужно ли в России называть армянским именем. Ну, мое отношение очень простое. Во-первых, как бы мы не привязываемся к стране. Тем более, что в нашем списке русских имен в принципе-то и нет. Грант сам по себе мне кажется очень таким, ну, как сказать, наверное, достаточно старым, древним и очень аристократичным именем. Корни у него шотландско-англосакские в принципе. И в целом он для меня лично ассоциируется. Вот первая ассоциация, у меня были дети капитана Гранта. Вот. В армянском, понятное дело, есть такое имя. Но там и звучание, и буквы как бы немного по-другому. Поэтому, ну, нельзя сказать, что это 100% армянское имя. Хотя, с другой стороны, почему бы семья с армянской фамилией Григорян не назвала бы ребенка армянским именем. Так что, ну, как бы по этому поводу мы особо тут не дискутируем и на это не обращаем внимания. Но тихенько он у себя тут сидит в этом списке и как-то вот не привлекает особо внимания. Следующее имя Сэм. Сэм вот тоже фаворит многих. Просто потому, что это у нас... Сэм и Рэм. Их имена созвучно бы звучали, если бы был бы Сэм и Рэм. И последнее. Это Эйден. Ну, это вот мой абсолютный фаворит. Это мое любимое имя в этом списке. И я его добавила несанкционно. Вы знаете, что Марса даже спрашивать не стала. Просто добавила, потому что вот все-таки оно мне нравится. Так что, таким образом, у нас Марсель, Грант, Сэм и Эйден. И, в общем, будем до родов с вами разбираться с этими именами. Так что пишите обязательно, что вы думаете, какое имя вам нравится больше всего. И как вам кажется, какое нам стоит выбрать. Ну, особенно сейчас, когда мы посмотрим на личико нашего второго малыша. А личико маленькое. Вот оно у меня. Вот этот наш маленький малыш. Тут он держит ручку перед своим личиком. И вот здесь вот еще лицо открыто. И можно видеть его черты. Ну, наверное, вот самая такая удачная фотография здесь. И также у нас есть видео. Его тоже сюда вставлю. И можно будет сравнить видео Рэма и видео второго малыша. Вот, например, вот это Рэм рядышком. Тут мы можем видеть его черты. Здесь у меня есть еще фотографии Рэма. Если помните, их также я показывала. Губастик мой лежал довольный. Тут он прям губастый, губастый вообще. Так, и также вот есть еще вот такие вот фотки, где он тут улыбается тоже. Здесь малыш держит ручку и Рэм держит ручку перед личиком. Потом кулачок, ну, в общем, вот тут его носик и тут его ротик. Ну, вот хочется как-то сравнить вот здесь, наверное, потому что, мне кажется, губа верхняя и вообще рот и нос – это прям вот копия. И в целом мы когда смотрели на изображение личика второго малыша, мне кажется, это прям Рэм 2. Мы уже с мужем тут шутили, ржали, что, слушай, а что нам париться? Давай его тоже Рэмом назовем, и будет у нас два Рэма. Че тут придумывать? Разве же они и так похожи и выглядят друг на дружку прям? Ну, смотрите, мне кажется, прям в лицо, один в один. И он должен быть сильно похожим на Рэма. Тут только остается гадать, светленький или темненький, так как Рэм сильно светлый. Глаза у него сине-голубые. И вот интересно, какого цвета. И глаза и волосы выпадут на долю второго малыша. Ну вот, подружки, на этом сегодня с вами прощаюсь. Это все, что хотела вам показать и рассказать на сегодняшний день. Так что держите, пожалуйста, кулаки за нашу поездку. И пожелайте нам доброго пути. И пожелайте, чтобы все-все у нас сложилось хорошо, чтобы мы довезли все, что нужно довезти. Все вещи сложили, чтобы удачно мы добрались, чтобы прошли хорошо границу. И у нас все было в порядке. Кстати, что касается еще поездки, завтра мы с Рэмом идем сдавать тест на COVID. То есть будем сдавать ПЦР-тест. И также держите кулаки, чтобы у нас с ним все было хорошо. Следующий наш видеоролик уже будет записываться в Риге. Там я уже буду вам рассказывать, как мы доехали, как мы обустроились. Все показывать, рассказывать. В общем, там тоже будет очень много всего интересного. Да и в целом это вот будет такой новый виток моей беременности и нашего с вами приближения к дате рода. На сегодня желаю всем вам доброго дня. У всех, у кого тоже жарко и дома, и на улице, кто плавится под летним жарким июньским солнцем, желаю хорошо проводить время и надеюсь, что вы имеете возможность добраться до воды, природы и хоть как-то остудиться. Берегите свое здоровье обязательно. И даже когда вы выходите из дома, будьте бдительны. Не забывайте, что все-таки мы живем в очень непростое время, и пандемию никто не отменял, поэтому обязательно берегите свое здоровье. Все-таки болеть сейчас в такую жару уж совсем-совсем тяжко. Ну а я с вами прощаюсь и желаю доброго дня, и увидимся с вами в моем следующем видеоролике уже, очевидно, надеюсь, в Риге. Все, на сегодня от меня это все. Пока!